здравствуйте друзья меня зовут александр паснов и рад приветствовать вас на канале закорнял цветочник сегодня вам расскажу про схенантус насколько я помню ни разу вам про него не рассказывала потому что как-то у меня до него не доходили руки растение не самое дешевое приходит обычно либо в двенадцатом либо в большом либо большом горшке вот это вот 12 диаметр горшка и при всем при этом она ну стоит достаточно больших денег но я решила заказать напоследок оторваться когда нам разрешат возить растение неизвестно поэтому я приложила все усилия к тому чтобы напоследок порадовать своих покупателей может быть вам повезет и на момент выхода этого ролика они еще будут в продаже и так исхенантус эту насампельное цветущее растение красиво цветущая несмотря на то что она красиво цветущую не очень достаточно красивые листики три сорта исхенантус мармаратус но я думаю вы сами догадаетесь почему он так называется листья с мраморными прожилками можно сказать что это зеленые прожилки можно сказать что это фиолетовые прожилки но тем не менее своеобразный такой рисуночек как скелетики не знаю какие-то нарисованы достаточно занятные обратная сторона листа очень красивая но очень красивая если учесть что нас ампельное растение если мы его используем как ампельное висит вот так то вот это вот красоту мы с вами наблюдаем снизу кстати как ярко необыкновенно то есть сорт очень красивый как у нас растут исхенантусы ну в принципе как все ампельные достаточно большие расстояния между листьями здесь зачатки корневой системы это для любителей размножать то есть черенкуется он очень легко так как здесь только зачатки лучше подержать немножко в воде чтобы корни проклюнулись хотя я думаю что если просто его укоренить вот видите это скорее всего просто укорененная без какой-либо воды и достаточно быстро идут новые побеги то есть черенковали поткнули и вот уже у нас новые побеги не заставляют себя ждать эти какой милаш с новыми листиками такие маленькие фиолетовые вкрапления по центру листа здесь вообще как две травинки новые листочки молоденькие второй сорт у нас эсхенантус раста называют его так не знаю с чем ассоциируется но суть его в том что у него закрученные листья растение молодое поэтому эта закрутка не ярко выражена не сильно выражена но тем не менее чем растение будет взрослее тем сильнее будут закручены листья видите они начинают так подкручиваться и с возрастом вот они прям вот закручиваются в такие кудряшки барашки то есть такой кудрявый достаточно сорт с небольшими листьями то есть это можно сравнить до мармаратус и расту и рядом у нас стоит сорт монолиза ну то есть разница видно растать считаю ну как бы можно сказать что самый мелколистный самый узко листный из них трех из этих трех сортов сорт монолиза видите на на хое вот кто не знает да может подумать что это от хое было у нас то есть это тоже листьями они судя по всему листьями размножают что-то листьями что-то черенками либо это лист от вот этого черенка то есть черенкуется растение достаточно легко поэтому если вы не хотите его выращивать огромным то находите вот ближайший корешок срезаете и укореняйте вот такой же можно просто ставить землю он неплохо укоренится чем еще они отличаются у мармарата гладкий достаточно лист у растон слегка опушенный монолизы вот прям вот если под определенным углом олен поиграю вот прям видно очень хорошо эти вот волосики если так можно назвать по краю листа растения ну соответственно чем они еще примечательны тем что они цветут к сожалению сейчас я вам показать как они цветут не могу здесь только наклевываются у нас какие-то совсем крошечные бутончики вообще не уверена что будет видно на камеру но тем не менее вот наверное не будет видно потому что мали пусечки совсем цветут они такими хоботками на нематантус не похожу то есть и тут хоботками где-то красный где-то черный с красным немножечко отличаются в зависимости от сорта еще и по цвету цветка но сама форма цветка это такие хоботочки достаточно крупные яркие и интересные это для любителей цветущих растений у кого мало места но есть хорошее освещение в доме прямо находка потому что можно прикрепить на стену повесить на подвес и будет у вас такая легкая воздушная красота можно саживать разные сорта вместе у них у всех одинаково условия ухода и так по уходу много яркого рассеянного света то есть это должно быть много но не прямые солнечные лучи хотя подозреваю что вот этот выдержит сорт прямые солнечные лучи полив раз в неделю обильный связать нам высыханием грунта между поливами грунт берете либо универсальный либо для цветущих комнатных растений пересаживать можно только в тот момент когда растение не цветет то есть если покупать такой не цветущий экземпляр вы можете пересадить его сразу пересаживайте в плошечку пошире потому что ну естественным образом у вас будут какие-то стебли лежать на земле прирастать будут расти новые побеги растет достаточно быстро у меня с ним дружбы особо не вышло потому что не всегда могу обеспечить регулярный полив периодически подсушивала могу сказать что вот к такому пересушивание он относится не очень хорошо отлить его можно но проблематично чувствовать он все начинает после этого не очень вредители мучнистый червец точно абсолютно чем жирнее растение тем мучнистому червецу прям как медом намазано это растение в принципе других заболеваний на нем не знаю не замечала если вдруг кто сталкивался пишите ну и если вдруг кто прям дружит много лет со схенантусами я думаю что и другие зрители ну я в первую очередь буду очень признательно расскажите что вы делали я понимаю что я забирала всегда умирающие экземпляры у меня не хватало времени должного им уделить но тем не менее у меня схенантусы жили не больше двух лет хотелось бы узнать сколько они живут у вас что вы делаете может быть как фуксии постоянных черенкуете обновляете может быть есть какие-то секретные секреты делитесь не жадничайте я обязательно почитаю ваши комментарии если я про что-то не рассказала задавайте вопросы расскажу все фонтан красноречие у меня фонесхенантус и сяк если бы это были фикусы я вам еще рассказывала рассказывала так вроде бы все растение красивое интересное цветущее и в то же время достаточно красивые листья несмотря на то что она цветущие спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч